Выбираешь из Библии местописание про долголетие и провозглашаешь в своей жизни. Вот тогда оно работает. Потому что это важно, Господь целиком... Не будешь провозглашать, или будет, или... Чтобы гарантированно 20 лет жить, ты берешь самый сильный такой. Закончение 90-го псалма. Долготой дней наполнить их и явить им спасение мое. Или как там, в 90-ом псалме. Я люблю это. Берешь это место Писания, и это... Мой Бог, долготой дней наполнить меня и явить мне спасение свое. И ты провозглашаешь это. Сначала читаешь, оно входит. И это самое... Ага, допустим, чтобы не хворить там... Он грехи наши сам вознесли своим своим на дерево, чтобы мы, избавившись своих грехов, жили для праведности. Ранами Его мы исцелились. И ты провозглашаешь. Ранами Иисуса Христа я исцелений. Ранами Иисуса Христа я исцелений. Ранами Иисуса Христа я исцелений. И начинает слово работать. И так же про долголетие. Так же про все. Финансовые. Мой Бог восполнит всякую потребу по богатству. Отсутствие работы, там бывает отчаяние у человека. Да, Христом Иисусом. Короче, повторяешь, повторяешь, еще не видишь, но ты называешь несуществующий, как существующий. Еще работы нет, еще в долгах. И скажет слабый, я сильен. Аминь. То есть все есть, только время оттеняет меня от этого. То есть надо им говорить, что это все есть, только время оттеняет. Слабый, если он скажет, бедный, я богатый. Когда скажет? Когда же я бедный, скажет, что я богатый. И по словам, по вере, добудет ему. А короче, само собой разумеется, не проходит. Ну, что это само собой разумеется, оно не дает. В контексте ваших слов, я помню, был на Лычаковском цвентаре во Львове. Там экскурсии, экскурсоводы разные. А я к одной группе перестану, к другой. Одни по старой части, другие по новой. Ну, я бесплатно хожу, там серьезные историки. Один рассказывает, вот видите могилу армянского митрополита, армянской апостольской церкви. Посмотрите сколько он прожил, там считаю 120 чем-то лет. Он говорит, рассказываю вам историю. Человек почувствовал слабость 80 лет. Ну, так у него было предчувствие, что вот я умираю. Он заказал себе этот огромный памятник, такой красивый. Он там лежит такой, в Митре такой, ну, как у католиков, острая Митра такая. Лежит в Митре. Он 80 лет заказал себе этот памятник. Его сделали, цифры проставил. Ну, думает 80 лет все. А Бог решил пошутить, еще половину добавил. Сколько он прожил, и в итоге там 120 чем-то. Вот это чудо, чтоб не загадывали, не доверялись чувству какому-то возрастному, что он должен уже помирать. Вот это, да, шутка хорошая. Ну, слава Богу. Да. Я представляю, вот готовишься к смерти, 80 лет уже, да, я старик, все уже пора. А тут еще половину тебе начислили, что делать? Не, ну, тут чуть-чуть неправильное пояснение, неправильно преподавали, ну, деякие пастыри неправильно. Вот я сейчас, это написано, кажется, 89-й псалом, что людям жить там 78, при многой крепости 80 лет. Пророки первые, это по 900 лет, о как. Я даже когда прочитал, апнул, думаю, что... Нет, это не долголетие. Долголетие это 120. Говорит не вечно, Духом моем будь пренебрегаемым, нехай будь людьми 120 лет. Так что долголетие 120 лет. Вот так это. Теперь вот в слове псалтирь. 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 Самая большая книга. Псалтирь. Аллилуйя. 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 И даже на ручей Библии. Самая большая книга это псалтирь. Именно то, что мы успеваем Богу, да, получается, что книга, которая успевает славу, она самая большая, оказалась. Николас, ну, просто. Да, просто. А эти главные, и уже написано. В awesomeдесят девиатика есть. О, так, ну, детсерон, название. Смотрим. Ум. Викцира штуна. так вот не помню сейчас помню текст помню сама не помню сейчас смотрю сутью даже интересно о как читаю что треть южных корейцев христиане реформаторы когда-то буддис когда треть а в парламенте из 300 депутатов 128 христиан парламенте южной кореи о как и вот все чудо с 60-х ну там они 20 лет примерно занял реформы вот панчанхина и чундухуана вот он продолжил за 20 лет 13 экономика из нищеты благодаря христианство реформатор это вот плоды да и северная корея полнотеизм восемьдесят девятом там другой другой оборот там дней и наши дней лет наших 70 лет а при ну вот я этого смогу говорить о о гипнином самая лучшая пара их труд и болезнь а где-то ж веку восемьдесят девятый псалмонов и десятостих а можно 809 Destroyer public Aaron дней лет outputs Alvивать Ты положил беззакония наши перед Тобою и тайны наши перед святом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем. Мы теряем лета наши как звук. Все дни прошли в гневе. Когда батько на сына гневается или что, это, как сказать, накладывается на долголетие, на его развитие. Когда Бог гневался на народ Божий, когда ты живешь под стрессом, ты знал, что начальствующая твоя человек на тебя гневается. И тогда дни наших лет 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Вот тогда 70 или 80 лет. Но если ты живешь в любови Божьей и знаешь, что Бог на тебя не гневается, там другие законы. Там уже 120 лет, так сказать, там уже долготую дней. Дни насыщу его и явлюю ему спасение мое. Аминь. Вот в чем секрет тут, так сказать. Почему это интересно? Потому что я ходил служить, а там, допустим, собрались бабушки уже 70-80 лет. Они где-то где-то слышали, прочитали, им кто-то неправильно рассказал. Я говорю, это не про это вообще. А они уже собрались умирать. Некоторые 80 лет, а другие там 82 лет. Но я уже все пожелал. И он уже сказал. Я говорю, нет. Вот, читайте, 120. Это не долголетие. 120. Они расцвели. И так далее. А он уже берется все верою. Все расцвели. Все, минимум на 20 лет уже настроилось. Так что слава Богу. Отче, а как Вы понимаете, бывает действительно христиане такие хорошее, как-то так вот хоп на раз-два и привет. Это может как милость особая Божия? Нет. Я считаю, что нет. Бог не хочет, чтобы раньше люди уходили. А дьяволу это не принадлежит вообще. А я же сказал до этого, ответил на это вопрос. Что царство Божие усилием берется. Если тебе родители дали, ты живешь 100 лет, а если не дали, а если у тебя слабое здоровье у родителей и у тебя? Ты берешь Слово Божие, берешь догадывание, читаешь это. Насколько читаешь, оно входит у тебя. И ты работаешь над своим долголетием. Ты работаешь. Короче, без этого просто так, само собой разумеется, не работаешь. А тут такой момент, чтобы это еще телесности не было. Как иногда у христиан зацикливают только на здоровье, на материальном. Тут именно важно, чтобы это было для служения. Правильная мотивация, наверное. Я думаю, что это просто дьявол обманывает. Потому что мы должны жить долго и счастливо. Вот должны. Благословение Авраама через Иисуса Христа належит нам. Авраам, когда после Сары он женился, еще у него дети были. Ну да, да. Сара родила в 100 лет. Вот написано. Господь. Да, написано. Ну, где? С днем. Да, я же не... Я не скажу про то, что не написано. А там написано. Благословение Авраама через Иисуса Христа належит нам. А благословение там ходит и долголетие. Авраам сколько жив? В 100 лет начался Исаака, это Сара. А потом еще были... Хорошо, а вот апостолы это уже Новый Завет. Их там двенадцати. Все как-то рановато и плохо. И трагично кончили, честно говоря. А это Новый Завет. Это как бы жизнь в полноте со Христом. И что ж тогда? Ну правда. Это же идеал христианской жизни, апостолы. Я б сказал то, что сказал. Как я думаю. Одесс, я ж не буду кор вами просто вот как вот сопоставить. И я не требую и не прошу то, что не написано. Есть договор. Я согласен. А тут написано. Благословение Авраама через Иисуса Христа належит тебе. Я согласен. И все. Ага. Належит мне. Значит все. Ничего, что написано не нужно. Я понимаю. Кто-то хочет мучиться во славу Божию. Пожалуйста. Это тоже там написано. Кто-то хочет долголететь во славу Божию. Тоже нормально. Тоже пожалуйста. Ну так. Я скажу, что это мы просто, ну как сказать, наслуживаемся этой благодати и просто купаемся. Умивости Божьей. Я ж відчуваю, что есть багато краин, что не может вот такой, как мы сидеть и общаться. Конечно. Что тут говорить. Я после Индии приехал. Я вообще, мне было уже все по барабану. Я шел. А когда мне говорили, вот это нет. Я говорю, вы просто пустые люди. Так вот они там по мелочам каким-то. Говорю, вам грех жаловаться. Вы все миллионеры. Да что ты говоришь. Там вот полетело в машине что-то. В машине полетело. Вон люди пешком ходят. Лежат тут в Калькутте рядами на центральных улицах. Без одеяла, без ничего. Вот так вот спят прям под офисными зданиями. Миллионы, большая часть людей в мире, в странах третьего мира, это большинство. Они живут там в нищете. Притом на разных уровнях нищеты. От голодной нищеты до просто в сарае живешь. Это уже поднялся социально. Это одно, а я про то, что Ивангия проповедует. Мы можем пойти, если есть дерзновение, как отец Андрей, Ивангия проповедует на улице. Ну да. В некоторых странах просто расстреляют. За наличие в доме. За наличие в доме в Северной Корее, пожалуйста. За радиоприемник китайский с настраивающимися каналами, не фиксированными на кнопках. Тюрьма. И соседи сдадут, выдадут первые. Услышат южнокорейские голоса, что слушаешь. Тут же просто как долг святой. Сдадут как стеклотару и все. И отправят. Так что просто надо наслуживаться. И такой винчуттяшины всегда так будет. Нет. Я думаю на Украине всегда. Вот у меня винчуттяним апт. Ну уже. По поводу пилоруши у меня нету как-то уверенности. Но с Украиной тут никто не справится. Кто бы не захватил, они растворятся в этом живом потоке какой-то активности, многообразия. Просто они растворятся. Они не скрутят. Даже вот если Россия захватит Киев, к примеру, они растворятся тут. Украина их изнутри разорвет просто. Будет тут. Вони заразятся. Да, да. Иван и Лебра. Вот отец приехал на Украину. Ей блохвачен. До сих пор не может отойти. Заразился. Только я тоже. Я всегда любил Украину. Вот сколько себя помнит. Именно с Киевом мое преображение связано. Львов. Я как с греко-католиками во Львов ездил, а Киев с христианской стороны я не раскрывал. Я был в Киеве, но не с христианскими. Не в христианском обществе. Благодаря вам, отец. Я вот именно Киев для меня теперь духовная столица не Львов. Что-то у вас тут? Сок. Сок. Аллилуйя. Был виноградный сок. В синагоге брал. А теперь налил сок, который вы мне дали. Пачку. Ага. А это смородина? Смородина. Черная, да. А, я сюда перелил просто. В стеклянную. Украинские соки и украинские. Не посчитай. Конечно. Вывай, Гуглазка, я хочу. Сейчас помню. Да, да, да. Гуглазка. Украинские соки я покупаю в Минске. Только у Николаевских мне нравится. Вот я. Вот. И кетчуп чумацкий всегда тоже у меня. Но тут он дешевле, конечно. Спекулянты. Так. Угу. Хотелось. Так. Я тут сказал. Плесни. Да. Да, да, да. Хорош, хороший, хороший. Так. О. Слышь высоком. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Да. Прямо, да? Да. Нормально. Пойдет. Как говорил Леонов, бас. Спасибо. Как Леонов говорил, хорошо сидим. Хорошо сидим. В осеннем марафоне, когда хорошо сидим. Отлично сидим. Да. Это. О. Этот сам. Не выключил они ничего. Не выключай. Не выключай. Будь ласка. Выключай. А Киос это что, запись шла все это? Да, да. Я думал, что неправильно.